Действительно, хочется всех приветствовать, присутствующих и студентов разных вузов, студентов нашего университета. Все, кто откликнулся на такое мероприятие, которое в обществе присутствует, я не могу сказать, как социальное напряжение. Преодолеть это напряжение в обществе – одна из задач открытого студенческого форума, посвященного Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Дискуссионными площадками конференции стали шесть крупных вузов России, расположенных в субъектах с повышенным уровнем заболеваемости ВИЧ. Круглый стол прошел и в Казанском федеральном. В Татарстане ведется наиболее активная работа по противодействию заболеванию. Главной темой обсуждения стали реалии и мифы о способах передачи инфекции, методах ее лечения и профилактики. Если говорить о половом пути передачи, он сегодня составляет практически 62%, то 80% лиц, выявленных при половом пути передачи – это женщины. Если говорить о республике, то мы эту работу полномерно уже ведем многие годы. Информированность населения – это, конечно, приоритетом является. Спикеры отметили и то, что хоть вирусы не поддается лечению, больной может прожить с ним весьма долгую и счастливую жизнь. Если бы не одно «но» – отторжение обществом, дискриминация и порой нежелание врачей лечить трудных пациентов. И опять-таки только информирование населения может искоренить эту проблему. Наши общества и наши граждане, не только специально, должны быть готовы ко всем вот таким явлениям, социальным проблемам новым, в том числе и социальным болезням, которые сейчас в нашей стране имеют место быть. По итогам работы открытого студенческого форума планируется принятие студенческой декларации по активной борьбе с ВИЧ и СПИДом среди молодежи. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюс.